Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Здесь идет речь в Евангелии сегодня крестопоклонная неделя, седмица. Мы с вами, вступая в пост, предполагаем, что мы будем поститься, будем молиться, будем совершать богоугодные дела, на службы будем ходить. И у кого-то это получается, а у кого-то не очень. Кто-то первую седмицу попостился и ослаб, сказал, ну вот что-то у меня жизнь такая тяжелая, некогда мне поститься, некогда молиться, некогда в храм ходить, ничего я не успеваю, ничего не могу, тяжело мне, я не привык, и человек ослабевает. На Третьей Седмице Великого Поста Святая Церковь выносит крест Господень, на котором распят Господь наш Иисус Христос, распят за каждого из нас, за меня, за тебя, за него, за каждого распят, для того, что ты обрел спасение. И вот евангельское чтение сегодня говорит о том, что есть жизнь и есть душа, которую ты можешь сберечь и можешь не сберечь. Душа – это твоя духовная составляющая. Тело – оно греховное тело. Это сердце, в котором живут грехи, как говорит Писание, как говорит Евангелие, что из сердца человека исходит злая. Это все наше тело. И тело требует отдыха, требует веселья, требует наслаждения. А душа, она стремится к Богу. И здесь идет такая борьба, кто победит. Тело наше возьмет верх над душой, или душа наша возьмет верх над телом. И человек ведет либо духовный образ жизни, либо мирской, материальный, физический. Здесь и сейчас, бери от жизни все. И вот Господь говорит, что кто хочет как бы спасти вот эту вот свою душу, как он считает, вот те желания, которые во мне есть, ведь жизнь, она скоротечна, я пока молодой, должен веселиться, наслаждаться, а то потом буду старым, это уже ничего не пригодится. Ничего это будет уже не нужно и невозможно, потому что уже тело не будет работать. И вот человек цепляется за эту жизнь, а о душе своей совсем не думает. И в таком случае человек погубит свою душу. Здесь жить-то он будет, да. Здесь он будет иметь что-то, какие-то воспоминания у него будут об этой жизни, но все эти воспоминания будут о том, как наслаждалось тело. Вот здесь в конце этого Евангелия сказано, что некоторые от вас уже скоро увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Ученики, которые были с Иисусом, Иоанн, Иаков и Петр, они были с ним на горе Фаворе, и когда он преобразился, к чему призван каждый из нас, мы с вами вспоминали это на прошлой седмице, когда вспоминали память святителя Григория Паламы, который говорит о том, что каждый из нас способен получить обожжение. И вот Господь преобразился перед своими учениками, им открылись очи, и они увидели славу Божию. И что они сказали? Они сказали, нам хорошо здесь быть, мы уже не хотим спускаться с этой горы, мы уже не хотим никуда идти, ни к родным своим, никуда. Нам здесь с Богом так хорошо, что мы хотим здесь и остаться. Построим три кущи, и здесь будем находиться и молиться. Они увидели это Царство Божие. Вот если человек в своей жизни увидит это Царство Божие, то он уже стремится туда. Но увидеть он может духовными очами, когда прозреет, когда будет сберегать не свое тело, а думать о своей душе, о будущем веке. И вот Господь говорит, что кто не возьмет своего креста и не следует за Мною, тот меня не достоин, тот не может быть со Мною. И Господь не говорит, что мой крест возьмет, а свой крест. Кресты у каждого разные. У Господа был самый тяжелый крест. Он понес на этом кресте грехи всего мира. То есть вот те беззакония, те нарушения, которые мы творим, вот тяжесть этих грехов, она пала на Господа. И Он понес эту тяжесть греха нашего для того, чтобы нас спасти на этом кресте. У нас кресты гораздо легче. Но они у каждого разные. Кто-то начальник, и он должен отвечать за своих подчиненных. Он должен страдать за них. Он должен думать о них и переживать о них. Подчиненные, наоборот, должны подчиняться. Не каждый может быть начальником, не каждый может быть таким внимательным, в голове держать все эти тысячи документов, поручений, ответственности. Не каждый может это понести. Начальником, может быть, и каждый стать. Ничего не делать, получать побольше денег, ездить на дорогой машине. Но не каждый может понести эту тяжесть. И каждый может понести эту ответственность, как несут президенты, которые принимают иногда судьбоносные решения. И нам кажется, вот он подписал, а мы тут страдаем. Но иногда это становится необходимым, потому что человек совсем по-другому все это видит. Он видит это не в плоскости, я пришел в магазин, и вот у меня по три копейки все, а завтра у меня по рублю, это дорого очень. Он видит гораздо все шире, что сегодня это так, а завтра может быть не по три рубля, а вообще этого не может быть. Вообще вы превратитесь в рабов, и вас заставят здесь молчать, и будете говорить только то, что вам разрешат, и на том языке, на котором вам разрешат. Иногда приходится принимать такие решения. Крест у каждого свой, кто-то болеет, кто-то родился с неким недостатком, у кого-то там сердце больное, у кого-то почка, у кого-то не хватает каких-то конечностей. Кто-то умственно родился с недостатком, с умственным, и он несет этот крест, а кто-то родители такого человека, а кто-то жена или муж человека, который лишился своего здоровья. И Господь говорит, что это твой крест, его надо нести до конца, потому что, если ты захочешь жить без этих тяжестей, без тяжести этого креста, то ты не будешь подобен Богу, ты не взойдешь на Голгофу. Любой христианин, он призван взойти на Голгофу, он призван понести свой крест. У каждого он свой. У кого-то маленький деревянный, у кого-то оловянный, у кого-то железный, у кого-то золотой, у кого-то золотой с бриллиантами. Он разный по тяжести, разный. У каждого он свой. Но каждый человек должен принять этот крест от Христа. Вот есть вещи, которые от вас зависят, от меня зависят, я могу это сделать и не могу сделать. То есть я выбираю что-то, а некоторые вещи я не выбираю. В какой семье я родился, какие у меня родители, какое у меня здоровье, какое у меня изначально материальное состояние. У богачей я родился или у простых работяг. Это и есть тот крест, который человек должен взять и нести. Некоторые вещи ты можешь исправить, некоторые нет. Но все мы это делаем, ради чего? Ради чего терпеть это все? Ради Царства Небесного. И вот апостолы, когда увидели это Царство Небесное, они сказали, нам здесь так хорошо, мы здесь и хотим остаться. Вот каждый из нас призван к тому, чтобы стремиться в это Царство Божие. И дай Бог нам сил и терпения, внесения того креста, который нам дадут. Мы не должны останавливаться, должны совершенствоваться, мы должны обучаться, мы должны справляться со своей леностью, мы должны развивать свою силу воли. Но некоторые вещи непреодолимы для нас. Вот те кресты, кто и будет нашим крестом, которым мы понесем. Вот я могу сам, например, совершенствоваться, ну прежде всего я должен духовно совершенствоваться, естественно. А, например, мой родственник, моя жена или мой муж, или мои дети, или мои родители, они не хотят этого, или начальник не хочет этого. Здесь мы должны это принять в своей жизни. Вот так вот мы должны принять этот крест от Христа, потому что мы не знаем, когда и как, и кто обратится. Может быть, именно глядя на тебя, ведь Господь говорит, что вы соль земли. Вы должны засолить ее, чтобы она вся не испортилась, не протухла вся. Вы должны быть образцом, вы должны быть примером для каждого человека. Вот к этому Господь нас призывает. И поэтому человек, когда живет здесь в мире, и вдруг услышит Евангелие, он говорит, что да, там не обещают так хорошо, но от меня требует так много. И человек ослабевает. Человек перестает быть христианином. Он крещеный, но он перестает быть христианином по своей жизни. И он уже не несет этого креста, он не следует за Христом. Вот к этому Господь нас призывает. И чтобы нам было легче, чтобы мы видели знамение Победы, чтобы мы видели, какой ценой мы куплены, избавлены от греха, освобождены от него, какой ценой мы получаем преображение своей души. Сегодня ему носится крест, которому мы кланяемся, которому молимся, чтобы сила Божия нас укрепила и помогла нам донести этот крест и по своей жизни, и до конца этого поста, этого маленького отрезка нашей жизни, чтобы нам сострадать вместе со Христом в Страстную Седмицу, и чтобы нам воскреснуть с Ним в Светлое Воскресение Пасхи. Дай Бог вам силы, терпения, внесения вашего креста. Храни Господь вас. Праздник. Дай Бог вам силы, терпения, внесения вашего креста. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Продолжение следует... Аминь. Продолжение следует...